Всем привет, с вами Тед, и сегодня я покажу, как играть затерненно в StarCraft 2. Это отличная, отличная стратегия, которая поможет вам играть против протаса. Затерненно против протаса, это сюда. Начинаем мы с того, что мы ставим supply, и вроде бы всё как обычно, так мы всегда и играем. Но затем всё идёт нестандартно, мы делаем газ. Это тоже, кстати, достаточно стандартно, частое открытие, идёт газ до барака. Делаем барак, ну и потом мы обычно после барака идём, ставим CC, да, то есть такая штука, вторую базу. Но не тут, не тут. Здесь мы делаем второй газ, второй газ, и эта стратегия будет сводить сумма протасов, которые стараются очень много разведывать. То есть он приходит, видит два газа, видит барак, такой понимает, хорошо, наверное, сейчас меня будут чем-то пушить, надо как-то защищаться. Вот, то есть если потом он будет разведывать там адеп, там иллюзии или ещё чем-то, он увидит ещё один сюрприз. Вот, мы открываемся в Reaper и делаем Factory. Вот, делаем Factory. Как только мы заказали Factory, мы сразу же снимаем с газа рабочих, да, то есть у нас было два газа, только для того, чтобы побыстрее собрать газ на Factory. И потом мы их снимаем уже с газа, то есть отправляем только по два, продолжаем делать рабочих на минеральную линию. И таким образом делаем три Reaper и два гелиона из Factory. Вот, сразу же на второй минуте двадцатой секунде снимаем, снимаем ксм-ку, идём ставить вторую cc-шку, да. То есть вот он приходит разведывать, он думает, играем мы с одной базой или нет. Он такой, а, хорошо, с двух, наверное. Ну ладно, с двух так с двух. Идёт разведать пробка, естественно, Reaper ему не даёт ничего разведать. И всё, он дальше ничего не знает. Protoss дальше играет как бы вслепую, он не понимает, что его может ждать. Reaper'ом можно посмотреть окрестности на прокте Starport или ещё что-нибудь такое, да, то есть на неприятные всякие события. Вот, и как только доделывается второй гелион и третий Reaper, они вместе доделываются, как вы видите. Мы делаем вот такую штуку, мы делаем реактор на бараке и мы делаем техлапу на Factory. Одновременно со Starport'ом, то есть Starport' мы тоже заказываем. И в этот момент мы, естественно, возвращаем на газы опять третьих рабочих и идём этим вперёд, идём этим вперёд. Чем классный билд? Если Protoss разведывает адептом, вы сможете очень легко от него избавиться. То есть в отличие от медленных мариков, которые не угонятся за адептом, если адепт не ошибётся, то эта штука вся идёт и убивает адепта. Вот, и очень прикольно, очень прикольно мы прибегаем к Protoss'у на третьей минуте, получается, вот в сороковой секунде. А у Protoss'ов 3.40 всего 2 юнита, понимаете? То есть у Protoss'ов нету юнитов на начальной стадии игры. И мы приходим к ним достаточно большим составом. Как ни странно, хоть у нас бонус урон там полёгкий, мы можем убивать даже сталкера. То есть это тоже выгодно, убивать юнитов. Посмотрите, мы убиваем сталкера, мы идём в минеральную линию, начинаем там что-то крушить. И на данный момент мы отстаём всего на 10 рабочих от Protoss'а. Именно благодаря тому, что мы в принципе строим, строим всё-таки вторую базу, начинаем её наполнять. И это работает очень-очень прикольно. И отставание на 10 рабочих, ну в данном случае на 9, как бы нормально, но не идеально. В идеале на 7 отставать затеррано. Это значит, что мы просто компенсируем потом мулами вот это отставание и всё окей. Вот. Но здесь мы приходим и мы можем ещё убить спокойно и кучу рабочих. И как бы выйти вровень по рабочим, да. То есть вот я убиваю, он конечно умудряется их поспасать, но мы выходим буквально в минус 2 рабочих. И Protoss'у сейчас их нужно восстанавливать. Как этим воспользоваться? Очень легко. Смотрите, что было сзади тем временем, пока мы ехали в атаку. Вот. То есть Protoss, пока он восстанавливается, он ещё не окреп. И мы идём его добивать. Достроив почти старпорт, мы делаем 2 барака и мы перестаём строить рабочих. Вот такая вот у нас стратегия. 2 барака, на них не будет пристроек. На старпорте сразу же техлаба. Из танка мы... Ой, из танка. Из фэктори мы начинаем делать танк, конечно же. Вот. Желательно в этот момент меньше микрить здесь и больше заказываться здесь. То есть уже давным-давно можно было заказать техлабу. Можно было поехать. Делать танк. Но я увидел, что там Oracle отбивался от моей атаки первоначально. Я сразу же делаю ещё инженерку. Естественно, инженерка и турельки вам помогут отбиваться от Oracle. Вот. И дальше какой у нас план? Очень простой. Делаем турельки. Спокойно стоим, защищаем базу. То есть здесь у нас марики есть. Тут у нас марики есть. Мы от Oracle как бы защищены. Даже от двух. Вот так вот. И как только у нас собралось два танка, отправляем за ними 4 КСМки со второй базы. То есть на второй базе у нас остаётся буквально 2-3 КСМки, не больше. И идём в атаку. Если вы всё сделали правильно, вы здесь выйдете с двумя баньшами. То есть я поздно закалывал тех лаба, поэтому вышел только с одной баньшой. Соперник же делает имморталов. Он понимает, что это пуш с танками. Он делает фениксов. Он будет пытаться поднимать эти танки. Но в чём волшебство вот этого? У нас, во-первых, есть рабочие, которые лечат танки. А во-вторых, опять же, протс не окреп от прошлой атаки. И у протса очень мало юнитов. Очень мало. И протс тупо не может защититься. Посмотрите. Да, он фокусит один танк. Но второй он тут прям зафокусить не может. Танк и баньша мы их даже не раскладываем. Танк мы просто бьём. Это очень огромная мощь. Просто марики без грейдов. Танки баньши и рабочие, чтобы всё это дело подлечить. Они приходят и протасу просто не дают спокойно жить. Он видит разложенный танк. Начинает его поднимать, чтобы он не бился. Но марики, просто марики. Они, посмотрите, убивают иммортала с баньшой. Они начинают бить по сталкерам. А в конце концов танк начинает тоже сплэшить. Приходит второй танк. То есть мы не останавливаемся. Мы всё это время с дома делаем по четыре марика. Да, два с реактора, два отсюда. По танку и по баньше. И вот этим дотеканием мы просто выводим Тоса вообще из равновесия. И посмотрите, в конце концов мы его дожимаем. Занимаем вот эту позицию. И начинаем его разбивать. Даже супер батарейка никакая под верчажем не помогает. Рабочие всё вылечивают. То есть они работают как наша собственная батарейка. И нам пишут GG. Вот такая вот крутая стратегия. Надеюсь вам понравилось. Ребята, всем пока.